здравствуйте мои дорогие с вами психолог практик а также богослов по образованию евгения саженцева я сегодня хочу затронуть три темы которые назрели у меня за сегодняшний день о нарциссах куда без них да о моей книге которая буквально завтра появится в продаже на ридера и и о моем чате поддержки обо всем по порядку ну во первых я хочу сегодня сказать какое по итогу у вас чувство должно остаться к нарциссу чтобы вы сами для себя понимали что вы уже на верном пути томас пожалуйста чтобы вы сами для себя поняли что вы уже практически восстановлены и идете на верном пути я хочу сказать что у вас к нарциссу должно быть стойкое ощущение презрения не прощение не откаты вот какие-то такие вот что возможно он хороший может быть что-то еще получится вот это все должно просто уйти на нет стойкое ощущение презрение к этому человеку я вижу его на улице и смотрю вот так вот фу почему такое ощущение у вас должно появиться она после возникает осознание когда вы понимаете что чем эти люди грубо говоря живут чем они дышат и что с ними вообще не хочется даже общаться что противно противно как все равно что вы увидели я не знаю кого крысу какую-то на улице с каким-то таким хвостом мерзким и вот откуда вам взять это презрение я вам объясню пожалуйста вот посмотрите без розовых очков в том числе без всяких мудрований на этого человека просто на его повседневную жизнь не то что он маской из себя пытается показать а то какой он есть на самом деле вот чем он живет что ему интересно а я вам скажу что этим существам интересно им интересно когда много каких-то партнеров каких-то случайных связей когда есть всяческие алкогольные наркоманские зависимости и так далее так далее вот вот если вы это все увидите на самом деле вот какой-то человек вам станет мерзко и противно и что он еще у вас может какой-нибудь заразой заразить что он общаясь с вами все равно что с помойным ведром понимаете вот вы общаетесь с помойным ведром из которого исход всякие бактерии в том числе и духовные бактерии в виде бесов виде страстей разнообразных и физические бактерии потому что вот вы представляете этот человек скольких он там потом к вам поэтому вот посмотрите на это на все без всяких там красивых слов и поймите что с этим человеком просто неприятно общаться никакой правды там нет никакой даже намека на чистоту понимаете ни души не физической так что вот когда у вас вот это вот появится внутреннее ощущение мерзости к этому человек не ненависти понимаете ненавидят тех кто достоин еще ненависти понимать ненависть еще надо заслужить мы кого ненавидим обычно мы ненавидим таких как бы людей которые когда-то мы уважали например которые чего-то достигли в жизни вот таких людей мы ненавидим мы разве ненавидим конь бомжа который по помойкам рыщет нет вот как бы и к нарциссу у вас не столько ненависть сколько вот от прощения просто фу что это что это за падший человек до каких низов души он докатился мать вот такое ощущение должно быть смотря на нарцисса так что друзья мы я всем желаю вот прийти к такому ощущению и тогда у вас вообще не будет никакого желания не лишний раз там попереписываться созвониться и и даже встретиться на улице с этим существом второе что я сегодня хочу сказать я дописала четвертую часть своего романа соседи чьи земли стыкаются он коротенький получился но я там описала главный момент того что у меня произошло за последний год очень много посвятила моему чату поддержки даже какие-то ставила эпизоды которые за последнее время случились в этом чате изменила все имена поэтому прошу не как бы не думать что я хочу кого-то там подставить на кого-то наклеветать никто никогда не догадается что это вы если вы сами не начнете строчить какие-нибудь комментарии на зене или на ю тубе никто в жизни не поймет что это вы если вы сами себя не подставите друзья мы поэтому если вы действительно перед богом перед людьми честны то вам нечего бояться а я глубоко в душе верю что каждая моя девочка она стремится к богу что она обретет по итогу счастье но под понимаете я плавно подхожу к третьей теме моего чата я его вела чуть меньше года ну практически год я была там 24 на 7 вот вот чтобы вы понимали это работа 24 на 7 одно дело я вот консультирую да вот я час выложилась я могу расслабиться а другое дело чат где каждый день я отвечала на вопросы каждый день я поддерживала девочек моих и мальчиков потому что у меня еще мужской чат мне еще чат знакомств был я выкладывалась там на сто процентов если не на 200 и понимаете я еще что старалась в этом чате я старалась чтобы если возникают допустим какие-то звоночки на какой-то конфликт или звоночки на то что возможно появилась личность которая хочет других обесценить или белое пальто так называемый как бы все то что создавала негатив я пыталась нейтрализовать всегда пыталась исключать тех людей которые может быть были не очень безопасны для остальных потому что чтобы вы понимали там все находились и без того в тревожном состоянии я по итогу создала атмосферу реально очень доброжелательно и это мой труд который я вложила свою душу мне кажется ни один блогер так не убивается за эти чаты я знаю что есть много чатов которые просто создаются туда кидаются люди и никто там не не сидит 24 на 7 и не контролирует процесс общения я знаю как ведутся чаты там до админов не допишешься я же сама одна сидела и все контролировала всегда и последний конфликт который у меня был я просто поняла что мне это не надо что вот эта неблагодарность ведет меня саму к тому что я выгораю как психолог и мне нужно закрыть эту лавочку все я ее закрываю я закрываю все чаты потому что человек это не машина он не может работать 24 на 7 практически за даром он не может так работать и потом по итогу произошел такой конфликт между двумя девочками которые из разных городов у меня я уже анализировал этот конфликт очень долго очень много перечитывала сто раз я поняла что это просто конфликт двух городов двух понтов который основан только на каких-то страстях ничего более я сначала исключила одну девочку пожалела другую потом в итоге ту которую пожалела она начала тоже вести себя как мне показалось я может не права не очень красиво начала свои услуги предлагать кем она там работает как бы и я просто нейтрализовал этого человека тоже то есть двоих тех которые создали конфликт на пустом месте которые создавали негатив вдвоем вместе и в итоге конечно на меня обиделись что я там исключила кого-то как же так я же плохой психолог сразу я же самый плохой психолог друзья мои за то что я исключила за рекламу а человек то не рекламу делал человек ты из доброты души своей хотел оказаться кому-то услуги простите меня по продаже квартиры ну нифига себе для меня вообще вот эти все вопросы что касается имущества это вообще темный лес это не моя сфера как я вообще могу я я в этом не разбираюсь и когда начинают вот эти вот предлагать даром все вот это вот я никого не хочу обидеть но когда это все предлагают даром ну и любого человека возникнет сомнение что бесплатный сыр только в мышеловке я просто уберегла моих девочек которые без того возможно очень доверчивы могут поверить действительно что есть добро а потом если что-то случится там на миллион рублей кто будет виновата будь виновата евгения саженство и конечно я вот когда такое происходит я исключаю человека я понимаю что возможно я ошибаюсь но на меня так обозлились так обиделись что я уже поняла вот мне это зачем все надо мне зачем этот чат нужен если в нем потом в итоге я еще и виновата во всем люди ведут себя агрессивно а виновата евгения саженство которая год ведет эти чаты 24 на 7 и там если я первые полгода вела их даром я потом просила донат хотя бы люди 100 рублей я не понимаю зачем мне это надо вы хотя бы поблагодарить и потому что вообще-то труд любой стоит денег ну стали там кидать кто-то 100 кто-то 200 но это все равно не стоит того чтобы человек как раб работал 24 на 7 без выходных я не то чтобы закрыла эти чаты я просто назначила новых админов если есть желание если у вас есть желание попробуйте поработать так если вы умеете эмоционально не вовлекаться когда кто-то плачет когда кто-то просит помощи я так не умею мне много раз писали в чате отдохните да мы же вас не просим да как отдыхать если девочки постоянно ревут я их утешала я их морально просто каждый день брала на ручки утешала и в итоге вот эта девочка которая ушла я ее исключила за то что она там стала рекламу своих услуг делать бесплатно она меня называет недопсихологом и так далее и так далее я решила что с меня как бы достаточно этих чатов с меня этого достаточно я как раб работала год на этих чатах и как бы я работу заканчиваю потому что она отнимает мне много сил много ресурсов и как бы это невозможно просто так что друзья мы я я так люблю работать психологом вы не представляете но не 24 на 7 потому что это нереально вот я всех приглашаю на личную консультацию потому что для меня это действительно приятный труд видеть плоды моей работы видеть благодарность получать какую-то денежную компенсацию моим труда но вот эти чаты я вот если вы блогер смотрите мой канал ради бога не заводите чат вот правда во первых люди на это подсаживаются думают что как бы все нормально некоторые одну консультацию возьмут и и больше как бы и сидят дальше в чате и пользуются уже бесплатно психологом поэтому мы во первых клиентов всех своих потерять которые будут потом друг с другом общаться вы им будете скорее всего не нужны во вторых как бы вам это зачем меня на эти чаты изначально подбила одна девочка создайте создайте чат я создала она в итоге ушла я тут провозила еще год с этими чатами как не в себя поэтому я рада что наконец-то я завершила это нашла в себе силы сказать людям нет я отстоять свои личные границы все хватит так что кто-то мне написал что я непрофессионально работаю я должна работать тогда когда у меня рабочее время они 24 на 7 без выходных друзья вот и к вопросу о том могут ли эмпаты быть на самом деле нарциссом любой человек может сесть на шею если не выставлять свои личные границы любой человек если вам интересно вся эта история из глубины можете найти мою четвертую часть романа соседи я там все это описала единственное что вот сам этот конфликт я там не озвучила я оставила на доброй ноте и как бы не стала писать чем чем это все закончилось и как я ушла и так далее я хочу вам сказать да что мы всегда должны рассчитывать свои силы и поступать так чтобы у вас хватало время на себя ну что если мы всего себя дадим другим то от нас ничего не останется и благодарности вы никогда не получите взамен поэтому надо всегда с людьми держать личные границы а я всех обнимаю целую и продолжаю работать но с выходными